Здравствуйте! Наш обзор посвящен индикации часов с газоразрядными индикаторами IN12. Посмотрим на красивые картинки и видео. Я расскажу, что к чему. Сейчас мы наблюдаем пользовательский пресет на основе базового голубого. Пользовательский пресет подсветки. Контроллер подсветки PCA9745B от компании NXP. Он умеет делать 15 независимых ШИМ-каналов и управлять светодиодами с током в канале до 57 мА. Также имеет на борту все необходимые защиты и диагностику. Управляется по интерфейсу SPI. Обратите внимание на то, что подсветка рандомно меняет свою яркость и цвет. Рандомизация выполнена на сдвиговом регистре с линейной обратной связью отвода на числах Fibonacci. Зеленый базовый пресет. Всего три пресета. Красный, зеленый, синий. И один пользовательский пресет. Все параметры настраиваются через COM-порт over USB. Работа зеленого пресета. Конечно же, все отключаемо. Яркость цифр и подсветки зависит от яркости окружающего освещения. Также может быть статичный или заданный по некоторой величине. Неизменный. Все пресеты сохраняются и восстанавливаются после включения питания. Базовый был красный. Это базовый синий пресет подсветки. Работа красного пресета. Хорошо видно изменение яркости подсветки и цвета подсветки в определенном заданном интервале. Работа синего пресета. Повторюсь. Яркость шим, яркость цифр и яркость подсветки регулируется шим и зависит в данном режиме, который вы видите на видео, от окружающей освещенности. Чтобы не было ненужного холивара, для тех из нас, кому не нравится подсветка, мы видим переднюю панель устройства с отключенной подсветкой. Зеленый базовый пресет. Очень хорошо видна работа рандомизатора. Ну и, конечно же, отключаем эффект плавной смены цифр. Обратите внимание на единицы секунд. Ну а я желаю вам удачи, хорошего творчества и до новых встреч. Спасибо. Продолжение следует...